В поселке Приютово Белебеевского района зафиксировано отравление детей и взрослого угарным газом. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров. С диагнозом отравления угарным газом госпитализировано 3 человека, из них двое детей, 8 и 13 лет. Предполагаемая причина отравления – нарушение правил эксплуатации системы вентиляции, а именно домовая вентиляция была закрыта полиэтиленовым пакетом, сказал руководитель ведомства. В Карайдельском районе Башкирии осудили 44-летнего владельца пилорамы за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. В прошлом году коммерсант заключил с лесничеством договор на санитарную вырубку леса на участке площадью более 10 гектаров. Мужчина имел право спилить лишь сухие деревья, но распорядился вырубить 84 ели и 15 пихт. Отмечается, что лесоруб ранее был судим за аналогичное преступление. Теперь суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 28 января в Благоварском районе полицейские остановили школьный автобус «ПАС». Им управлял 58-летний местный житель. В этот момент он перевозил 20 детей из поселка Старые Саны в село Первомайский. Стражи порядка почувствовали запах алкоголя от водителя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Алкотестер показал наличие алкоголя. В отношении мужчины составлен административный материал, сообщили в ГИБДД. В ведомстве отметили, что на лицо допустившее выпуск на линию этого водителя наложили штраф. Вопиющий случай произошел в декабре прошлого года в Ургазинском районе республики. 60-летняя местная жительница воспитывала двух внучек 7 и 13 лет, которые остались без родителей. Однажды бабушка решила, что старшая внучка взяла без разрешения яблоко, за что жестоко избила ребенка и выгнала на мороз без верхней одежды. Девочка дошла до соседней деревни к тете. Родственница отвезла ее в больницу и обратилась с заявлением в прокуратуру. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с ребенком». Также проводится проверка деятельности органов опеки и сельской администрации. Сейчас обе девочки проживают вместе с тетей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. 49-летнего жителя Нефтекамска осудят по статье «Мошенничество». Он получал кредиты, используя фальшивые паспорта. В ноябре 2017 года через общих знакомых мужчина предложил обвиняемому снимать деньги в банках со счетов состоятельных людей и оформлять кредиты, используя фальшивые паспорта. А полученные доходы делить между собой. В ходе мошеннических действий удалось оформить кредитку на 30 тысяч рублей, снять более полумиллиона рублей со счета состоятельного гражданина и приобрести в кредит на его имя дорогой смартфон. В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде.